В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. В ближайшие 15 минут обзор криминальных событий минувшей недели. Килограммы героина и миллионы рублей вступил в силу приговор в отношении торговцев наркотиками. Улыбайтесь, вас снимает видеокамера. Как работает скрытый патруль и могут ли водители обмануть технику? У вас есть вопросы? Мы готовы на них ответить. Новая рубрика программы «В правовом поле» поможет разобраться в тонкостях и законодательства. Подростковая преступность – это определенно симптом нестабильности, неустроенности, падения нравов, разложения общества. Попробуйте объяснить ребенку, что он должен быть хорошим мальчиком, если взрослый дядя демонстративно совершает плохие поступки. Да еще и хвастается, что ничего ему за это не будет. Дети не делают то, что мы им говорим. Они копируют поступки. И каждая мама, которая считает, что ее 16-летний сын неправильно оценил ситуацию и оступился, должна помнить, что в колонии воспитатели страшнее. Может, самое время собрать семейный совет, забыть о том, что помимо денег детям нужно внимание и контроль со стороны взрослых. На днях Касимовский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетних молодых людей. Одноклассники сбежали с уроков праздновать день рождения одного из них и решили преподнести имениннику особый подарок. Трое 16-летних ребят под предлогом прогуляться отвели 17-летнюю девушку подальше от этого места. Там один из обвиняемых ударил девушку по голове, отчего потерпевший упал на землю. Что произошло дальше, нетрудно догадаться. Ни одному из троих участников преступления в тот момент не показалось, что происходит что-то противозаконное. Одновременно следователям внесены представления в образовательные учреждения и органы внутренних дел об отсутствии должного контроля за несовершеннолетними, в том числе со стороны службы ПДН за состоящими на учете подростками. История свидетельствует, что чистота совершаемых подростками сексуальных насильственных действий до недавнего времени явно преуменьшалась, поскольку это рассматривалось как невинная игра и любопытство. Мне любопытно, что сказали бы родители насильников, окажись на месте жертвы их ребенок. Этой теме на самом деле не видно конца. И если никак не получается приобщить сына подростка к культурным мероприятиям, попробуйте свозить его на экскурсию в колонию. За колючей проволокой иногда очень доходчиво объясняют, что к чему. Мертвый младенец найден на свалке. Тело новорожденного обнаружено в мусорном контейнере. Мать выбросила ребенка в туалет. Когда читаешь такие полицейские сводки, то бросают в дрожь. Но как можно было взять и убить собственного ребенка? Проблему несколько лет подряд пытаются решить с помощью бэби-боксов. Вот только мамаш, который словно фантик, выбрасывает своего малыша прямо в окно, меньше не становится. Буквально на днях оперативно-следственная группа выехала по адресу новаторов 12. На козырьке подъезда дома, как ненужная кукла, лежал ребенок. К счастью, живой. Сотрудники полиции опросили очевидцев произошедшего и выяснили, что к происшествию может быть причастна мать малыша, которую увидели совсем недавно во дворе дома. Полицейские установили приметы женщины и стали прочесывать близлежащие дворы. В одном из них стражи порядка обнаружили полураздетую женщину. Она находилась в неадекватном состоянии, как позже выяснилось, под действием наркотических веществ. Задержанную доставили в отдел полиции. Сейчас полицейские выясняют подробности произошедшего. Со слов задержанной она выбросила ребенка из окна второго этажа. По данному факту проводится проверка. Информация уточняется. Фонари и шашечки. Для человека, которому срочно нужно добраться из точки А в точку Б, этого вполне достаточно, чтобы доверить свою персону водителю такси. А вот сотрудники полиции тщательнее присматриваются к перевозчикам. Ситуации, когда в случае ЧП или рейда, и спросить Неского стало гораздо меньше. Профилактический эффект налицо. Перевозчики стараются не нарушать законодательство. Что толку спорить, если железного кормильца эвакуируют на штрафстоянку, например, за отсутствие лицензии? Я вожу, но оно временно в офис. У меня машина была на ремонте. Она ремонтировалась в два месяца после аварии. Я его сдал в офис. Вот собирался завтра заехать, забрать разрешение. Гражданам, которые зарабатывают постоянно данным видом деятельности себе на жизнь, я посоветовал оформить лицензию на перевозку граждан. Не нарушать правила дорожного движения при осуществлении этой деятельности. Нарушители всегда были и будут. И очень жаль, что они портят репутацию всей касте таксистов. А люди это особые. Кто-то был рабочим, кто-то учителем, инженером. Но в конце концов, всех их объединяет одно слово – такси. Для них работа стала смыслом жизни, их образом существования. В календаре даже есть праздник – День таксиста. Отмечается 22 марта. Вы вспомните Анатолия Попанова в фильме «Бриллиантовая рука» или Аркадия Райкина в трилогии «Люди и манекены». Все они прототипы кого-то. Представьте себе, скольких пассажиров настоящие таксисты перевозят в день. Сколько встречают судеб. При желании могут книжку написать о своих приключениях, пассажирах и романтизме профессии. Приятно же, когда отдавая деньги за проезд, клиент от души пожелает счастливого пути и вспомнит добрым словом. Вступил в законную силу приговор Рыбновского районного суда в отношении двух торговцев к героинам, которые были обезврежены в результате успешной операции с сотрудниками регионального управления «Файскан России». Гражданин Таджикистана, 32-летний Абдул Абдулов и 40-летний рязанец Константин Миронов проведут в местах лишения свободы по 14 и 11 лет соответственно. Наслед злоумышленников, действовавших в Московской и Рязанской областях, наркополицейские вышли летом прошлого года. С перерывом в пару дней сообщники были задержаны. Абдулов, на удивление, спокойно объяснял оперативникам, что те обознались, но в скрытой полости его автомобиля были обнаружены пять шарообразных упаковок с героином. Наркотик предназначался для закладки в тайники. Абдулов, имея связи с поставщиками героина, занимался реализацией данного наркотика мелким оптом на территории Московской и Рязанских областей. Для увеличения продаж он привлекал лиц, потребляющих героин. В доме и хозпостройках задержанного нашлись сотни свертков с наркотиками. Доказательственную базу пополнили весы, упаковочные материалы, банковские карты и миксер, в котором измельчался героин с наполнителем для увеличения товарной массы. Согласно материалам уголовного дела, за время преступной деятельности через руки Абдулова могли пройти килограммы героина, а оборот денежных средств исчислялся миллионами рублей. В то время как большинство горожан праздновали годовщину Великого Дня Победы, в семье, проживающей в совхозе Большевик, это в Милославском районе, разгорелся очередной скандал. Сожители и раньше часто ругались и дрались, но в этот раз женщина взяла в руки кухонный нож и нанесла своему сожителю один удар в область спины. Через непродолжительное время потерпевший скончался от полученных телесных повреждений на месте происшествия. Несколько месяцев следователи собирали улики, опрашивали свидетелей и выясняли обстоятельства совершенного преступления. Теперь суду предстоит определить, сколько времени обвиняемая проведет в колонии. Новость о возвращении на дороге скрытого патрулирования только появилась, а водители и, как ни странно, пешеходы уже навыдумывали небылиц. Будто теперь каждый, кому не лень с умным видом, может показать видеозаписи и потребовать штраф за нарушение. Могу сказать, что если и есть кому нервничать, так это любителям подрезать и поворачивать не с того ряда. Как выглядит чудо-автомобиль мы показывать не будем. Пусть его марка останется небольшой интригой. Внешних различий с любой другой припаркованной машиной вы точно не найдете, разве что водитель в форме инспектора. Дело в том, что данное мероприятие проводится уже в служебное время, поэтому сотрудник находится в форме, но в гражданском автомобиле, для того, чтобы не привлекать внимание личное к себе. И таким образом производится видеосъемка. Единственный помощник инспектора – небольшая видеокамера, которая внимательно фиксирует все, что происходит, например, на светофорах. Инспектор как бы постоянно следит за обстановкой на перекрестке. В случае, если требуется камеру переместить, то есть снимать не эту часть, а вот эту, например. Да, то есть спокойно это все осуществляет. С помощью такого патрулирования у нас выявляются в основном три административных правонарушения. Это остановка перед стоп-линией, остановка на пешеходном переходе и проезд автомобиля на запрещающий сигнал светофора. Проект пробный. И скрытый патруль в городе пока всего один. Но буквально за час съемки удается выявить двух-трех нарушителей. А главное – привлечь их к ответственности. Работа чем-то похожа на операторскую. Готовую съемку копируют на компьютер, еще раз внимательно просматривают, выписывают тайм-коды и приглашают главного героя, то есть нарушителя. В принципе, это нарушение. Но хотя для маршрутных транспортных средств вроде как это не нарушение. Не стоит полосы поворачивать. За это их не привлекает. Но в принципе, это неправильно. На самом деле, практика – это общемировая. Члены общественных советов, не раз поднимавшие вопрос о нарушителях на дороге, уверены бороться с теми, для кого водительская этика – пустое место, нужно всеми доступными способами. В нашем городе первыми пристального внимания удостоились водители маршрутных такси. Их проще идентифицировать. В большом потоке пойди разберись, кто кому сегодня одолжил авто и проезжал ли вообще на данном перекрестке. А вот путевой лист значительно увеличивает шансы найти и наказать хулигана. Ну, вот таким вот образом всё происходит. Вот, то есть, видно номер маршрута, марку, да, форт. Ну, в принципе, номер можно разглядеть. Да. 260, то ли ХРА, то ли АРА. В дальнейшем это всё проверяется по базам данных. Даже если у нас есть хотя бы цифры номера, но есть маршрут, есть марка, мы потом его найдём всё равно. Участники дорожного движения к новшеству привыкнуть ещё не успели. Те, чьи именно уже попали в протокол, отреагировали с пониманием. Не оспаривают. Все с улыбочкой соглашаются. Деваться тут некуда уже. На каком перекрёстке скрытый патруль припаркуется в очередной раз, неизвестно. Так что на всякий случай повторите правила дорожного движения. Особенно, если отвечаете не только за свою жизнь, но и за жизнь пассажиров. Сегодня мы выпускаем в эфир пилотный проект новой рубрики, которая получила название в правовом поле. Каждую неделю мы будем задавать самые разные вопросы сотрудникам прокуратуры, которые коротко и ясно объяснят, что к чему. Впереди Новый год. Уже сейчас горожане составляют списки покупок, и многие даже покупают подарки. И будет очень обидно, если очередную заработную плату не дадут вовремя. Что делать, куда жаловаться и как себя вести? Об этом далее. Как быть, если день выплаты заработной платы выпадает на выходные и праздники? Если день выплаты заработной платы приходится на праздник или на выходной, то соответствующие выплаты производятся накануне. За нарушение сроков выплаты заработной платы законодательством предусмотрены три вида ответственности. Материальная ответственность работодателя. Работодатель при нарушении сроков выплаты заработной платы обязан выплатить работнику не только заработную плату, но также и денежную компенсацию. Размер этой денежной компенсации минимальный. Он устанавливается Трудовым кодексом. И денежная компенсация взимается за каждый день просрочки выплаты заработной платы. Материальная ответственность работодателя наступает независимо от наличия вины в том, и денежная компенсация выплачивается одновременно с выплатой задолженности. Административная ответственность за нарушение сроков выплаты заработной платы. Работодатель, если это индивидуальный предприниматель, либо руководитель какой-то организации, они могут понести наказание в виде штрафа. Размер этого штрафа от 1 тысячи до 5 тысяч рублей. Если привлекается к административной ответственности юридическое лицо, то штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Если работодатель нарушает сроки выплаты заработной платы повторно, размер штрафа возрастает. Что касается должностных лиц, то на них может быть наложено наказание за подобное нарушение Трудового кодекса в виде дисквалификации от 1 года до 3 лет. А дисквалификация – это лишение права занимать руководящие должности. Следует обращаться либо в Государственные инспекции труда, либо в органы прокуратуры по месту нахождения организации, которая не выплачивает заработную плату. Уголовная ответственность за невыплату заработной платы Часть первая статьи 145 и 1 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы. Это субъектом этого преступления может быть руководитель организации. Следует отметить, что как административная, так и уголовная ответственность могут наступить только при наличии вины. Такой была эта неделя. Не забывайте об осторожности в любой ситуации и не попадайте в криминальные сводки. На сегодня все. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!